...территориальные зоны меняют. Значит, мы... Значит, дайте, можно я договорить? Да, конечно. Раз задали мне вопрос, я вам отвечаю. В соответствии с пунктом 14, статьи 31. В случае подготовки правил землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент установлен для конкретной территориальной зоны. В публичном случае не повнести, не изменив правила землепользования и застройки. Проводится границ в территориальных зонах, для которых установлен такой градостроительный регламент. А также в этих случаях срок проведения публичного слушания не может быть более чем один месяц. В данном случае производится для всех территориальных зон, то есть всех четырех районов города Сочи, а не части города Сочи в какой-то отдельной зоне. Почему вы ссылаетесь на статью 14, а не на статью 13, пункт 13, статьи 31 градостроительного кодекса? Во-первых, здесь конкретно сказано, что для конкретной территориальной... Какая конкретная территориальная зона Сочи рассматривается? Или все Сочи рассматривается? Значит, внесение изменений в части изменения градостроительных регламентов мы вносим в части конкретных территориальных зон. В конкретных территориальных зонах G1, G2, G2... Одна зона или все зоны? Изменения градостроительных регламентов касаются конкретной зоны. Одной какой? Назовите эту зону конкретную. Я вам называю конкретно эти зоны. Так это все зоны, которые вы называете. Вы назовите конкретную зону. То есть зона конкретная – это одна, ну две, но не 10 зон, и не все зоны, которые перечислены в этом регламенте. Еще раз повторяю. Мы вносим изменения в градостроительные регламенты для каждой конкретной зоны в отдельности. Так это и есть все зоны. То есть вы рассматриваете проект в целом. Выносим изменения в карту градостроительного зонера. Можно? Да, тогда. Нет. Сейчас, одну секундочку. Если мы сейчас обсуждаем уже проект внесения... Нет, мы обсуждаем регламент. Одну секундочку. Мы обсуждаем. Одну секундочку. Значит, я сейчас пока засчитал повестку дня, то есть регламент. Мы еще к докладу по внесению изменений в правил землепользовательного строительства не приступили. Мы заявляем о том, что это незаконно проведение публичных слушаний в настоящий момент. Если вы считаете, что это незаконно, вы имеете право обратиться в правоохранительное строительство. Я уже это выполнила. Это ваше право. Это ваше право. Сейчас, одну секундочку, я отвечу. Значит, это первое. А второе, вы имеете право записать все свои пожелания, все свои рекомендации в журнал публичных слушаний. В данном случае я хочу сказать. Я сейчас представляю интересы по поручению Ольги Викторовны Казинской. Я здесь доклад еще не позвучал. Я не по докладу. Значит, Казинское общественное учреждение, градостроительный совет города города по Сочи. От общественного движения «Открытый Сочи» замечания тоже сданы в администрацию города еще вчера. Значит, по поводу назначения слушаний, так, сроки проведения публичных слушаний по внесению изменений, да, установлены статьей 31.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Статья 13. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землипользования составляет не менее двух, а не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. Поскольку внесение изменений в градостроительный регламент предусмотрено не для конкретной территориальной зоны, а для всех территориальных зон, во всех четырех районах города по Ротто-Сочи, значит, изменения вносятся в таблицу 9, видоразрешенного использования, градостроительный регламент, и в таблицу 9 меняем. Видоразрешенного использования. Меняется, значит, раздел, в разделе один на один главы, один общее положение. К обсуждению предложена новая редакция пункта, там 8.2, перечень территориальных зон, глава 8.2, приложение к решению в городсобрании. Значит, изменяются уточняющие показатели. Значит, в связи с тем, что есть письмо департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края, где они просят внести изменения в части размеров земельных участков, площади, которых не было. Градостроительных регламент. Градостроительных регламент в части размеров. В части департамента архитектуры. Да, площадь. Градостроительных регламент. Градостроительных регламент. Градостроительных регламент. Соответственно. И они пишут, да, они вам рекомендуют провести именно эти показатели по статье 14.30. Извините, я с тобой не ехала. Значит, часть 14, статья 31, где указывается, что, ну, можно не более месяца. А поскольку у нас все это гораздо шире и глубже, и к этим изменениям градостроительных регламентов у нас еще паровозом пошли там и таблица 9, и так далее, и так далее, и так далее, то мы должны руководствоваться статьей 13, статьей 31 Редостроительного кодекса. Поскольку сроки публичных слушаний с нарушением назначены, соответственно, сегодня слушания признать, и вот эти все слушания признать, несостоявшимися, незаконными, и уже проводить их в соответствии с действующим законодательством, как того требуют. Вы можете оскорить это назначение типа публичных слушаний в установленном законопорядке. Я не знаю. Спасибо.